Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре черепашки Низи Легенды и сегодня у нас платиновые испытания черепашки. Будем добывать особые ингредиенты для прокачки героя на максимальную седьмую ступень. Итак, против сборных черепашек будет сражаться всевозможные негодяи, причем друзья, давайте-ка я возьму с конца. Итак, Рокстеди классический, Бибоб классический, Крэнг классический, Кролики и Рокстеди из фильма против сборной черепашек. Что ж, начнем битву и толпа вот таких вот негодяев в первой волне встречает роботов-крэнгов, причем среди них есть даже гигантский. Кролики тем временем трансформируются в огромное колесо, наносят сокрушительный удар и что же, и выбивают гигантского робота. Отлично, вот и Бибоб классический, тем временем прокачивает иммунитет, усиливая нашу команду неплохо. Вот Крэнг классический стреляет из ягерной бомбы, пытаясь уничтожить всех врагов. Интересно, удастся ли это ему. Итак, мощная атака, взрыв и один из Крэнгов выживает. Что ж, это было прикольно. Итак, надо его добивать и Би Рокстаги классический забрасывает его бомбами. Мощная атака и враг повержен. Здорово. Ну что ж, переходим к следующей волне, в которой нас встречают черепашки из фильма. И им скорее всего не повезет, так как вот их пытается оглушить Рокстаги из фильма. Так мощным криком, привлекая к себе внимание, но черепашки выживают. И вот им придется встретиться очень сильным и мощным врагом. Это кролики. Они трансформируются в огромного робота и наносят все сокрушающий удар. Вот кстати, после него мало кто выживает. И как видите, выжил только Раф. Здоровье его вообще в красной зоне по минимуму, поэтому скорее всего Бибоб классический его уничтожит. Да, все так и случилось. А мы переходим к третьей волне, в которой нас встречают черепашки из мультика. Вот, и так, надеюсь, что эта битва покажется хорошей. Хотя в начале боя давайте-ка я, друзья, усилию нашу атаку. Для этого кран классический вытаскивает себя из-за своего же скафандра комбинезона, прокачивая атакующие способности. И смотрите, сколько вот у нас положительных эффектов бафов. Просто невероятно. Кстати, пришло время классического Рокстаги. Я попробую вот забодать Микеланджело. Нельзя позволять ему прокачать уклонение. Вот, и Рокстаги везет. Он выбивает противника с первого удара. Дальше попробуем справиться с Лео. Для этого Рокстаги из фильма метает дубину. Наносит критический урон, но Лео выживает. Правда, на нем негативный эффект. Постепенное уменьшение здоровья. Но это уже ему не поможет, так как кролики поджаривает черепашек при помощи плазменной пушки. Вот, здорово. Итак, Лео выбит. Но Раф контратакует. А Дони сейчас тоже, в свою очередь, скорее всего, начнет битву. Хотя, давайте-ка я попробую уничтожить Рафа. Классический Би-Боб стреляет. Да, выбивает Рафа, а точку ставит Крэнк. Потирая довольно Шчупальца, он призывает Технодром, который стреляет плазменной пушкой, выжигая все в области. Супер. Ну что ж, битва получилась зачетной. Хороший бой, хорошая победа. И мы идем с вами дальше. Да, конечно же, наша награда это снаряжение черепашки. Причем, друзья, раз мы выиграли на 3 звезды, я могу попробовать добыть что-то из мешка добычи. И да, у нас эксперт снаряжение. Это тоже очень здорово. Ну что ж, идем с вами дальше в битву. И надеюсь, что следующая пятерка героев тоже себя неплохо покажет. Итак, в следующую пятерку у нас попадает Шреддер из мультика, Рокстаги мультяшный, Би-Боб кролик, Шреддер классический и Тигриный коготь. Ну что ж, мне кажется, это довольно-таки достойная компания. Посмотрим, как она будет сражаться и сумеет ли победить в этой битве. Кстати, здорово, что у нас попал Шреддер из мультика, если что, сумеет подлечить героев. Ну а пока усиление от Шреддера классического. Вот опять же проявилась целая куча положительных эффектов бафов. А в свою очередь уже Шреддер из мультика в прыжке пытается уничтожить одного из гигантских роботов Крэнгов. Мощная атака и враг повержен. Отлично. Вот теперь попробуем заморосить просто робота. Это уже использует морозный бластер Тигриный коготь. Ну и вот осталось нам только поставить точку, что и делает Би-Боб кролик. Выстрелом из гранатометной морковки он уничтожает последнего врага и мы переходим к следующей волне. Итак, черепашки из фильма. Правда, уже более высокого уровня, но не факт, что не справится. Кстати, да, друзья, кто не в курсе, у черепашек из фильма лекарем является Микки. Поэтому мы попробуем его забодать в первую очередь, что делает Рокстаги из мультика. Есть хороший удар, враг повержен и мы идем дальше. Кроме того, вот сейчас попробуем метнуть Глефу. Это уже особая способность Шреддера классического. Как видите, объединяет мечи в одно, метает его. Кстати, кто-то из подписчиков писал, что этот меч называется Алибарда. Ну, надеюсь, что это так. Итак, пришло время Шреддера из мультика. Он призывает нить, сам идет в атаку и толпой сносит половину здоровья Донни и Рафа. Враги выживают, но я думаю, ненадолго. Еще мощнейший удар мечеты Тигриного Когтя приносит нам победу над Рафом. А уже Донни попытается добить Бибоб Кролик. Выстрел из водной пушки приносит нам победу. Отлично. Итак, третья волна. Черепашки из мультика. Вот что я могу здесь делать? Я могу попробовать раздавить Микки. Это уже пытается сделать Рокстеди. Мощная атака. Ничего себе. С первого удара уничтожает противника. Ну и дальше, скорее всего, друзья, все будет очень легко. Вот Шреддер классический. Призывает помощь из иного измерения. И, как правило, она сметает всех врагов. Мощная атака. Но, как видите, Лео с Донни выжили. Что ж, в свою очередь, Шреддер усиливает, подлечивает наш состав. Вот у врагов, к сожалению, ни единого шанса. Их, я думаю, добьет Тигрин и Коготь просто выстрелом из своего бластера. Расходящиеся лучи приносят нам победу. Ну что ж, как-то так. Что ж, это было прикольно, забавно, интересно. И, конечно же, давайте-ка мы соберем нашу награду. Это настольная игра. И, друзья, прошу прощения. Вот, вместо второго эпизода я еще раз прошел первый. Что ж, переходим к следующему эпизоду. Я вижу, почему-то слишком легко у нас пошло. Но, ничего страшного. Итак, давайте-ка я пойду уже во второй эпизод. Надеюсь, мы там как-то лучше справимся. Итак, Рокстеди Кролик, Саблизоп, Супер Шреддер, Биба Пизмультика и Зэк. Вот этот отряд уже пойдет второй эпизод. Итак, что здесь у нас? Гигантские роботы плюс обычный робот. И давайте-ка я сразу же попробую их поджарить массовой атакой Зэка. Вот, разряды прожаривает врагов, но они выживают. Что ж, ненадолго. Саблизоп кусает одного из мелких роботов. А теперь Биба попробует уничтожить большого при помощи кливой бомбы. Вот здорово. Ну что ж, неплохо. Кроме того, Супер Шреддер активирует свое супер сердце. И благодаря Мутагену у нас проявляется два положительных эффекта. Это постепенное исцеление на три хода плюс дополнительная защита. Пытается что-то сделать этот робот, но опять же у него нету шансов. Рок, кстати, кролик его добивает, вот скользя на животе. Здорово. Ну что ж, отлично. Итак, следующая волна. И это черепашки-ролевики. Вот, попробуем мы их уничтожить. Причем, друзья, начнем-ка мы с Дони. Он является лекарем. Кроме того, может прокачать дополнительную защиту. Энергетический щит, поэтому его надо добивать. Итак, не справились наши герои, но, возможно, Биба не уничтожил. Но Зэк добился шлемом Бумерангом. Отлично. Дальше попробуем справиться с Микеланджелом. Его двойные массовые атаки это тоже что-то. Очень больно кусается. И, как видите, удар саблезуба нанес мало повреждений. Но, возможно, справится Супер Шреддер. Вонзая костяные кунаи в землю, шипами из-под земли, он наносит колоссальный урон. Выбивает Миккер Левика. Вот, кроме того, дополнительный урон догрызает еще и Рафа. И нам осталось только добить противника, что и делает Рок-Стедик Ролик. Выстрелом из ружья он побеждает Лео Ролевого. И мы переходим к следующей волне. Итак, Черепашки-Видение. Это уже самые интересные. Причем, друзья, я буду атаковать либо Лео, либо Рафа. Наиболее сильные враги. И причем, давайте-ка, наверное, попробую с Рафа. Отлично. Итак, выстрел из пальца Зека. Снимает большую часть здоровья. И Супер Шреддер осталось только метнуть костяные кунаи, что приводит нам к победе. Отлично. Бибоб тем временем прокачивает уклонение. И благодаря этой способности вражеские удары будут проходить мимо. Кроме того, обратите внимание, по Лео Видении урон понижен. А вот по Доне повышен благодаря зеленому треугольнику. Поэтому попробуем его выбить. Не сумел Саблезуб справиться. В свою очередь, Лео Видение подрывает взрывные тыквы. Пытался наложить на нас негативный эффект, но у него ничего не получилось. В свою очередь, уже Рок Стэдик Ролик забрасывает врагов подарками. Вернее, бомбами в виде подарок. Удалось нанести ему повреждения, но недостаточно хорошо. Враг активизировался. И уже, в свою очередь, прокачивает точность Мики Видения. Но все же я попробую добить Лео Видение. Это делает Зек, и у него это неплохо получается. Дальше, вот Бибоп добивает Доне Видения. И остался только Мики. Что ж, пятером одного мы, я уверен, запинаем без проблем. Так, удар Супер Шреддера снимает еще большую часть жизни с Мики Видения. И от Бибопу осталось только поставить точку в этой битве. Что ж, это было прикольно, забавно, интересно, идеальная победа. И мы идем с вами дальше. Да, наша награда это снаряжение черепашки. Вот, удалось пройти второй эпизод. Ну и я, конечно же, попробую что-то добыть из мешка добычи. Золотой осколок. Плюс еще доллары. Ну и еще давайте-ка, друзья, попробуем. Вот и наушники. Что ж, это все неплохо. Это все здорово. Но я думаю, давайте-ка мы перейдем к третьему эпизоду. И надеюсь, что сейчас следующая команда себя неплохо покажет. И да, друзья, осталось очень мало героев. Причем давайте-ка я из них возьму самых сильных. Вот, давайте-ка я возьму Стиранка. Возьму Бакстера Стокмана. Кто здесь у нас остался? Хан, Астерозупи, Биба Писфильма. Вот еще Бакстер Муха, Рахзар, Крис Брэдфорд и Север Монтес. Кто из них наиболее крутой? Трудно сказать. Ну, давайте-ка, друзья, я возьму Хана. Вот, возьму. Кстати, давайте-ка мы возьмем команду людей. Смотрите, как прикольно получилось. Стиранка, Хан, Бакстер Стокмана, Крис Брэдфорд и еще к Север Монтес. Ну что ж, попробуем, попробуем рискнуть. Хотя не факт, что получится, но все, возможно, я, конечно же, попробую сделать. Итак, в начале боя, вот, Хан налаживает негативный эффект. Вот, по сами рук на вражеский отряд, уменьшает их защиту. И нам только осталось нанести массовые атаки. И, я думаю, мы попробуем уничтожить всех врагов. Итак, враг активизировался, прокачал способность. Друзья, я точно не помню, что назначают вот эти стрелочки. Но, нажав на шахтеренку, мы можем посмотреть. Итак, что это? Контратака, друзья. Если мы атакуем врагов, они будут прокачивать контратаку. Что ж, тогда давайте-ка мы усилим пока защиту. Вот, опять же, особая способность Криса Брэдфорда, выпивая газиронку. Он это проделает. И попробуем пнуть кого-то из врагов. Итак, Север ударом ноги выбивает одного из врагов. И, а что же враги, будут ли контратаковать? Ой, досталось всему нашему отряду. Но я подключаю стиранка. Итак, выстрелом из пулемета он снимает одного из врагов. Устальных здоровья тоже по минимуме. Враг пытается контратаковать. Нет, друзья, Бакстера, Стокмана. Вот, я не буду пока использовать массовые атаки. Жаль тратить на этих вот недобитков. Лучше мы просто их вот так как-то запинаем. Отлично. Итак, первую волну, в принципе, мы прошли довольно-таки легко. Здорово. А вот с классическими черепашками будет посложнее. Что ж, ничего страшного. Причем, обратите внимание, по рафу классическому урон повышен. Поэтому, вот, надеюсь, что удар Криса Брэдфорда достигнет цели. Есть. Первый удар уничтожил врага. Кроме того, вот, Север Монтес тоже, в свою очередь, налаживает негативный эффект. Уменьшение защиты. И нам осталось только попробовать добить врагов. Кстати, Хан тоже бьет по уязвимым точкам. И что же, и ничего не сумел сделать. Зато, вот, Стиранка достает гранатомет, стреляет и выбивает классического Дони. Приходит время Багстера Стокмана. Ну и давайте-ка я уже попробую ударную волну, при помощи которой он поджаривает и выбивает оставшихся черепашек. Что ж, это было прикольно, забавно, и мы идем с вами дальше. Итак, третья финальная волна, в которой нас встречают оригинальные черепашки, причем очень высокого, крутого уровня. Опять же, обратите внимание, по Микеланджелу повышен урон, зеленый треугольник. Поэтому я прокачиваю пока атаку нашего отряда и попробуем атаковать Лео. И все-таки уж сейчас у Лео повышен урон. У каждого, кстати, друзья, героя есть повышенный либо понижен урон. Итак, удалось ранить оригинального Лео, но это все, что удалось сделать. Дальше к север... А, это Хан, прошу прощения. Хан попробует добить Лео, не получилось. Но постепенный урон может догрызть вражеского Лео оригинального. Посмотрим. Итак, тем временем враги прокачали умилитет. Лео выскакивает из экрана, привлекает к себе внимание, хотя с его здоровьем это напрасно. Так, ага, Донни в свою очередь выбивает уголок, метает в Криса Брэдфорда. Ему удалось ранить одного из наших героев. Раф оригинальной прыжки бьет Бакстера Стокмана, но я все же попробую добить Лео. Итак, Стиранка метает гранату. Взрыв отлично, Лео выбит, а Бакстер Стокман выпускает Маусер. Кстати, одна из крутейших атак, Маусеры взрываются, наносят критический урон, но оригинальные черепашки выживают. Что ж, будем пытаться их добивать по одному. Вот Хан, да, 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 есть. Хан ударом ноги выбил вот Рафа. Теперь Ксивер Монтес попробует справиться с Микеланджелом. Отлично. Итак, остался только Донни, оригинальный, у которого бьет Ксивер, не сумел справиться. Зато Хан налаживает на него негативный эффект. Итак, откат способности, но у Донни иммунитет, видите, не прошла способность, не сумел Хан наложить на него негативный эффект. Уменьшение защиты. В свою очередь Донни атакует, бьет Стиранка. В свою очередь Стиранка отбивается кастетом, что и приносит нам победу. Ну что ж, здорово. Хороший бой, хорошая победа. Очень достойно, я считаю, сыграла наша команда. Вот наша награда, это снаряжение черепашки. И мы можем попробовать еще что-то добыть из мешка добычи. И что же это? Это нож для пиццы. Что ж, ну как-то так, друзья. Итак, сегодняшнее испытание черепашки пройдено. На этом я с вами уже буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, понравилось, не понравилось видео. Опять же, поддержите канал лайками, если понравилось видео, либо дизлайками. И, конечно, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правым в верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. До новых встреч.